Путешествуй по Казахстану По популярным маршрутам, отмеченным на карте туристификации Республики Казахстан Как же иногда хочется сбежать от городского шума, чтобы почувствовать вкус настоящей жизни И место, где я сейчас нахожусь, считается одним из лучших, чтобы провести время в уединении с природой Уникальная география этого региона заочно прочитывается еще при осмотре карты Копчегайское водохранилище Алтын-Эмель И Леолатауский национальный парк В этом же регионе расположен и крупнейший узловой хаб на новом шелковом пути Харгос-Восточные ворота Поэтому, кто хочет увидеть первозданную красоту Семережья Должен непременно посетить Алматинскую область В ущельях этой горной гряды скрыты знаменитые Кольсайские озера Которые еще называют «Жемчужины северного теншания» Здравствуйте! Меня зовут Шинбулат Пазл И это программа «Путешествуй по Казахстану» Кольсайские озера сейчас можно уверенно назвать одним из туристических брендов Алматинской области и Казахстана Находятся они на расстоянии 290 километров от города Алматы Дорога до них занимает около 5 часов на личном автомобиле Также регулярно из Алматы выезжают туры выходного дня На туристических автобусах до села Сатте гости доезжают за 6-7 часов Для тех, кто планирует добраться до озер самостоятельно, нужно из Алматы поехать на восток по Кульжинскому тракту На развилке после села Байдибекби нужно повернуть направо Проехать мост через реку Щелек и снова повернуть направо После этого нужно двигаться по главной дороге На развилке на Чунжу нужно выбрать путь прямо А после перевала Турайгр направо После этого поворота дорога до Сатте петляет по ущелью с большими перепадами высоты Отдых на Кульсайских озерах понравится всем любителям экотуризма Здесь можно попутешествовать пешком или на горных велосипедах Ну а если кому-то карабкаться по горным тропам не по душе, то можно заказать езду верхом Лошадей в аренду можно взять в поселке Сата Сегодня я оседлал вот этого красивого жребца, у которого, к сожалению, нет имени Я назвал его Альтаир От села до Кульсайских озер всего 11 километров Эту часть пути пройдет только внедорожник Но большая часть туриста выбирает экотуризм И добирается до озер пешком или на лошадях Мы тоже предпочли самый экологический и народный вид транспорта Девушки, не хотите прокатиться со мной? Вода в озерах будто заколдованная Туристу кажется, что она мгновенно может поменять свой цвет с изумрудно-зеленого до ярко-синего Конечно же, в этой воде есть и свои обитатели В первых двух озерах водится радужная форель Сейчас все озера входят в состав национального парка Кульсай-Кульдера И, естественно, рыбалка с сетями и другими запрещенными орудиями в нацпарке запрещена Во время заката форель бывает даже устраивает акробатические представления, выпрыгивая из воды О, рыбак! Сейчас спросим, как клюет, только тихо Ну как, клюет? Клюет, но не особо Слабее клюет Могло быть лучше И рыбы здесь очень много В основном туристы понимают, для чего созданы национальные парки и заповедники Удивительно, но если бы не создание национального парка Кульсай-Кульдера, то, возможно, мы могли бы потерять все эти красоты В 1912 году на этой территории был проведен учет лесного фонда В 1941-1945 годах в восточной части нынешнего национального парка начались сплошные рубки Лес сплавляли по рекам Каиндэ, Кульсай, Курментэ и Щелек Массовая заготовка леса продолжалась вплоть до 1964 года Каждый год лес терял по 45 тысяч квадратных метров Затем вырубка пошла на спад После обретения Казахстаном независимости Министерство окружающей среды выдвинуло предложение о том, чтобы взять озера под государственную охрану Тогда же начались работы по сохранению озер и еловых лесов Наконец, в 2007 году вышло постановление правительства о создании национального парка Кульсай-Кульдера Благодаря государственной охране Кульсайские озера и стали местом, куда многие туристы приезжают на выходные, чтобы увидеть нетронутую природу Озера наполняются талой водой ледникового происхождения, поэтому даже летом солнце не успевает прогреть их Вода в озере даже летом очень холодная, не превышает 6-8 градусов Но когда это мешало таким джигитам, как я? Только не в этот раз, пожалуй, откажусь С каждым годом растет и количество иностранных туристов, посещающих природные красоты Тиньшани Среди тех, кого мы встретили на Кульсайских озерах, туристы из Соединенных Штатов Америки, Польши, Германии и Японии Привет, друг! Меня зовут Шамбулат А меня зовут Тайоси Сузуки Я приехал из Токио Что вы думаете об этом озере? Оно очень красивое, завораживающее Здесь можно гулять по горам, рыбачить, кататься на лодке Мне здесь очень нравится Туристы называют Кульсайские озера «жемчужинами северного Тиньшани» Место это прекрасно для того, чтобы скрыться от шума больших городов Сначала на высоте 1800 метров посетители видят первое озеро – Сатте, которое тянется на расстоянии километра вдоль ущелья водоема От первого озера ко второму ведет горная тропа Озеро Манжелка находится на высоте 2230 метров Наградой тому, кто пройдет этот путь, будет вид на самое большое и самое красивое из Кульсайских озер Берега его украшены множеством высокогорных цветов, среди которых можно увидеть и Эдельвейса Третье озеро – верхний Кульсай, спрятавшееся среди скал Тиньшаня, находится на высоте 2850 метров И до него доходит лишь малая часть туристов Первым на высоте одного километра 800 метров гости национального парка Кульсай Кульдере встречает одноименное озеро Кульсай Глубина водоема – 80 метров, ширина – 400 метров То есть, чтобы мне переплыть от одного берега к другому, понадобится примерно полтора часа Чтобы не загрязнять природу, на озерах нет моторных яхт, катеров, моторных лодок, скутеров, квадроциклов Зато можно расслабиться, прокатившись на весенной лодке Сколько я заметил, все плывут задом наперед А у меня все наоборот, так как мне так легче Аренда лодки на озере стоит 2000 тенге в час Стоимость может отличаться в зависимости от вместимости лодки Есть несколько вариантов проживания на Кульсайских озерах разного уровня комфорта Самым популярным из них являются гостевые домики на двух или шестерых человек в поселке Сатте Цена проживания одного человека обойдется от 3500 до 5000 тенге Проживание в отеле обойдется в 4500 тенге за человека за проживание в четырехместном номере И 8500 тенге за двухместный номер Но продукты придется везти с собой и платить дополнительно за пользование кухней или приготовление еды Для тех, кто хочет разместиться на ночлег у первого озера, можно выбрать казахский национальный дом, юрту В зависимости от дня недели цена за юрту может различаться от 5 до 15 тысяч тенге Самый экономный способ установить свою палатку Этот вариант подойдет тем, кто захочет уснуть у второго или третьего озера Цена установки палатки на территории национального парка всего 500 тенге Мы решили остановиться у местных жителей А сейчас я нахожусь в поселке Сатта, который расположен неподалеку от Кульсайских озер И мне нужно найти место для ночлега Здравствуйте, я приехал с Алматы, у вас можно переночевать? Места есть? Есть Сколько будет стоить? В среднем 5000 тенге в сутки Можно посмотреть? Можно Эти места, да? Да, есть свободные койки в этой комнате и в соседней А что входит в стоимость номера? Если вы сегодня заедете, то завтра утром будет завтрак Но сегодня нас угостили бешпармаком Говорят, что в аулах готовят самый вкусный бешпармак Сейчас попробуем Очень вкусно У разных туристов на природе сильно отличается способ отдыха Кому-то по душе отключить мобильные телефоны и полностью отвлечься от цивилизации Для другого типа туристов важно, чтобы была возможность оперативно выложить фотографии с достопримечательностями в социальные сети Чем больше развиты условия, тем и местные жители могут лучше продвигать в массы свои услуги К сожалению, пока в Садте плохо ловит связь интернет Но некоторые жители уже установили спутниковые тарелки, чтобы пользоваться интернетом Сказали, что здесь есть интернет Сейчас проверим Да, все работает Кульсайские озера – молодой национальный парк В этом году ему исполнилось всего 11 лет За 10 лет было многое сделано, чтобы создать здесь центр притяжения для туристов Но самое главное, так как Кульсайские озера входят в карту туристификации Казахстана Здесь будут обновлять всю инфраструктуру Например, уже сейчас на центральной улице поселка Садте укладывают новый асфальт Будет улучшаться связь с притоком туристов Местные жители готовы улучшать качество услуг Вроде мягко На следующий день мы запланировали посетить еще один высокогорный водоем Который по своей красоте не уступает Кульсайским озерам Вода на озере Каинде бывает очень красивого голубого цвета Но когда приближаешься к озеру, она становится кристально чистой Можно видеть и деревья под водой, и даже проплывающую рыбу Которую сюда запустили в 30-х годах 20-го века Ближайший сосед трех Кульсайских водоемов – загадочное озеро Каинде Которое образовалось в 1911 году в результате сильного землетрясения Природная стихия вызвала оползень, а тот, в свою очередь, перекрыв ущелье, создал естественную дамбу Затем поднялась вода и затопила поляну, покрытую хвойными деревьями Эту красоту нужно увидеть своими глазами Вид здесь просто потрясающий То, что видно над водой – это те самые ели возрастом более ста лет Но вид под водой совершенно отличается Вода на высоте 2000 метров холодная И под поверхностью воды сохранила ветки и хвою деревьев Поэтому в Казахстане это излюбленное место для дайверов Которые приезжают из разных частей страны и из-за рубежа Чтобы поплавать между ветвей хвойных деревьев Можно удивиться, что на берегу озера Каинде, то есть Березового Видны в основном хвойные деревья, но на самом деле березы здесь тоже есть Потрясающей красоты роща раскинулась по пути к озеру Озеро Каинде, что в переводе на русский означает «березовое», вполне соответствует тому месту, где оно находится Как вы можете сами увидеть, здесь растет множество берез Если бы нас спросили, какой синоним есть у слова гармония, мы бы ответили Каинде Здесь можно почувствовать настоящее единение с природой Тот, кто побывал здесь, обязательно захочет возвращаться еще и еще Раздающиеся со всех сторон крики птиц Еле слышно движение ветвей деревьев Мистический свет озера от всего этого просто захватывает дух Зимой же туристов встречает совершенно другой вид Вода замерзает, и толстый слой льда полностью обхватывает стволы деревьев Мы сейчас гуляем по побережью озера Каинде Вот сейчас можете посмотреть, какая здесь красота Еще есть отдыхающие Сейчас мы подойдем и спросим, как им здесь понравилось ли все А вот здесь уже бывали льду? Нет, я первый раз Мы на Каинде не были, но мы приезжали на Кольсаре несколько раз Это тоже прекрасное озеро, а вот хотели посмотреть Каинде Изумите В общем, мы восторг Изумите Мы не могли просто прийти на озеро Каинде, чтобы сделать пару кадров Для тех, кто путешествует сюда самостоятельно, рекомендуем подняться еще выше Путь к месту, откуда открывается самый красивый вид на озеро Каинде Находится примерно в 30 минутах от берега Путь тяжелый, но он того стоит К месту, откуда видно, как соединяются три стихии Воды озера Каинде, казахстанского неба и Тиньшанских гор Это то место, где хотелось бы остаться на несколько дней Наблюдать ночью за звездами Или пройти небольшой курс по дайвингу и вернуться сюда в следующем году Чтобы увидеть сюрреалистическую картину, плавая среди деревьев Может быть, благодаря такому единению с Тиньшанской природой Жители поселка Сатте, которые встретили нас Были такими приветливыми и гостеприимными Окружающая природа Кольсайских озер не поддается описанию Здесь ты по-настоящему понимаешь, что такое тишина, гармония и спокойствие Кажется, что сама природа шепчет тебе на ухо Отдохни и забудь о суете шумных мегаполисов С вами был Шамбулат Пазл и программа «Путешествую по Казахстану» Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok